Вы и другие родственники мобилизованных вышли с пикетом. Вопрос первый, почему пошли на такой шаг? Мы на такой шаг пошли, потому что на официальный запрос к чиновникам, депутатам мы получаем только отписки. А вообще, когда вы там оказались, какая была реакция у силовиков? Они подошли к нам и стали говорить, что наши плакаты, с которыми мы стояли, они не относятся к теме собрания. Там была встреча КПРФ, но мы пришли на эту встречу, потому что там было обозначено, что они собираются за справедливость, то есть защита угнетённых от любых угнетателей. И поэтому мы и посетили это мероприятие, так как мы чувствуем себя угнетёнными и явно ощущаем несправедливость. Но у вас были какие-то прямые конфликты с сотрудниками полиции? Конфликтов прямых не было, нет, они попросили предоставить документы, мы показали им паспорта, так не было конфликтов. Ну вот вы уже упомянули, что пришли с пикетом, как бы приобщившись к уже заявленной акции КПРФ, вам сами представители партии что-то говорили, пообещали, я не знаю. Да, мы перед началом встречи, вот этот КПРФ, который 7 ноября проходил, мы подходили к организаторам, к депутату Денису Андреевичу Парфёнову, попросили его обязательно упомянуть о нашей проблеме, о несправедливости того, что мобилизованные находятся на фронте бессрочно, и он сказал, что как-то попробует об этом упомянуть. Вы сказали, что от власти получаете только отписки, вот не могли бы чуть подробнее рассказать, собственно, как вы к ним обращались, по каким каналам? Мы обращались в приёмную Госдуму к депутатам с просьбой, с требованием, ну по-разному, у нас много было, у нас нет какого-то лидера одного, просто вот мы собрались, чтобы просить их объяснить, почему сложилась такая ситуация, просить их о том, чтобы они, может быть, приняли какие-то законы о демобилизации, чтобы не находились гражданские люди, которые были призваны в мобилизацию, чтобы не находились на фронте бессрочно, так как они там уже находятся год, получается, уже больше года, второй год пошёл, мы просили признать их участие в СВО достаточным. А скажите, по вашим наблюдениям, какое отношение к власти, к Министерству обороны сейчас царит среди жён, мобилизованных среди их родственников? Отношения, ну мы всё ещё надеемся, что, дело в том, что у нас ещё переносят ответы, которые нам, возможно, дадут, перенесли уже на 28 ноября, теперь нам ждать ответа. Отношения, ну всё-таки, я своё мнение только выскажу, а как у всех не знаю, мне это очень неприятно, потому что, ну, я имею в виду отписки, что никаких конкретных действий не предпринимается, просто вот они, ну, перетыкиваются друг на друга, что вот, ну, понятно, что это не в их компетенции, то есть это всё, всю эту проблему может решить только тот, кто объявил мобилизацию, то есть, соответственно, необходим указ о демобилизации. Ну вот вы понимаете... Ну, нам говорят, что отпуска... Вы понимаете, да? Говорят, что отпуска предоставляются. Простите, что перебиваю. Понимаете, что по заявлениям, собственно, если не Путина, то там, не знаю, Картополова, других представителей, там, либо Министерства обороны, либо власти не собираются демобилизовывать сейчас тех, кого уже призвали, и вроде как и о второй волне мобилизации тоже никто во власти, они боятся об этом говорить. В этой ситуации, собственно, какие у вас мысли на этот счёт? Ну, это жуткая несправедливость. То, что, да, было объявлено, что мобилизованные находятся до конца СВО. Мы этим недовольны. Я этим очень недовольна. Нам хотелось бы, чтобы всё-таки вот этот вакуум, то есть, как сказать, законодательный вот этот вот пробел, он был устранён, потому что, ну, много вопросов, конечно, к этому призыву, то есть мобилизация была частичная. Вся проблема в том, что, получается, как бы война идёт только у нас, остальные, как бы, да, живут мирной жизнью и, может быть, ну, не задумываются о том, что происходит. Даже, так как, может быть, даже пытаются забыть про эту войну, то есть отправили людей туда, вот, и так как близятся выборы, сейчас, может, уже не хотят даже про это вспоминать, потому что, может быть, им, ну, я даже не знаю, какие у них мысли, но я думаю, что они не знают, как безновелизованных будет держаться этот фронт. Я не знаю. Инна, я поясню. У нас канал, собственно, мы выступаем строго против политики Владимира Путина, против войны, которую он начал, но между тем, по моим наблюдениям, судя по вашему интервью, которое вы давали, вы тоже, скажем так, я специально, аккуратно выбираю формулировки, не слишком согласны с политическими решениями руководства страны, не со всеми решениями, уж точно вы согласны, и, наверное, вопрос, который интересен в том числе для наших зрителей, если вы занимаете такую позицию, как так вышло, что в итоге у вас муж, насколько я понимаю, оказался мобилизован? Ну, он же законопослушный гражданин, вот ему пришла повестка, там было написано «приказываю явиться», и он явился. В общем, вот так. То есть это единственная была мотивация? Ну, как бы да, какая еще могла быть мотивация? То есть если человек хотел бы в этом принять участие раньше, он бы и так принял бы участие, если бы хотел. То есть я и думаю, что большинство пошли просто потому, что ну как вот они будут прятаться от мобилизации, если вот Родина призвала, то вот надо идти. Да, я вообще, конечно, за мир абсолютно. Я пацифист, и этим все сказано. Вот, но я понимаю людей, которые вот оказались в такой ситуации, потому что они, ну, патриоты своей страны, они хотят поддерживать свою страну. И я хочу, но хорошо бы, чтобы был мир. Тогда последний вопрос вам задам. Вот сейчас такая складывается тупиковая ситуация для вас, для людей, чьи родственники также находятся сейчас на территории Украины. Опять же, аккуратно подбирая формулировки, есть ли у вас условно какой-то план действий и какие-то мысли, что делать дальше? План действий, ну, мы продолжаем писать обращения в Государственную Думу. Мы также вот, когда на митинге встретились с Зюгановым, передали ему свое обращение, подписанное там же, то есть не электронное, а непосредственно бумаги и мы ставили подписи, чтобы, ну, все тоже, все та же просьба, требования, мольба о демобилизации. Какие дальше планы? У нас нет какого-то лидера никакого, просто вот мы объединены одной вот, ну, как бы нашей вот бедой, мы сестры по несчастью, получается. Ну, мне хотелось бы, чтобы все-таки власти нас услышали, обратили на это внимание и, ну, максимально, максимально как-то, может быть, мягко решили эту проблему, я не знаю, сделали бы такой подарок перед Новым годом или пораньше, не знаю, возможно ли это, но я надеюсь, что у них есть какое-то решение для этого, потому что, ну, мне кажется, нельзя вот так оставить, чтобы просто людей отправить на войну и забыть, при этом все остальные, ну, как бы, ну, просто это несправедливо, потому что родина как бы общая, вот. Что еще сказать? Я бы хотела, чтобы произошла демобилизация. Продолжение следует...